Собираемся снова. Так, рассказываю про курсы дальше. Можете как раз задавать пока вопросы, сегодня тема марафона невеста, через 5 дней у нас старт, сегодня был розыгрыш, победила цифра 62 Татьяна Кочурова, еще раз повторяю, добрый день. И продолжаю рассказывать про курсы, которые находятся в марафоне невеста, Рая привет, Деда привет, всем привет, всех уже знать начинаю, все больше и больше людей. Кстати, сегодня занималась, вами девочки добавляла на сайт, первые уже пошли, утром уже первых трех добавили, но я на самом деле уже 10 человек подготовила и отправила на своему работнику, который делает сайт. Он уже вас, наверное, заполнил. Я не проверил, но первые уже девочки там. Заходите на сайт, заходите в меню, где три точки или вот три полосочки, нажимаете и клуб мастеров, там уже девочки первые уже есть. Есть. Беру не только взрослых, но и детских дизайнеров, но с условием того, чтобы где-то хоть раз попадали либо в топ-10, либо в кутюр по-русски, либо в Париж и участвовали не единожды, то есть у вас минимум два платья. То есть такие девочки могут попасть. Так, рассказываю дальше про курс 3. Совмещала я свое нелюбимое кружево, ромбообразное, но как раз вы увидите, как работать таким кружевом, что можно из него сделать, как можно сделать прорисовку, учитывая, что только оно есть и что очень много повторяющихся элементов, которые нужно как-то укладывать, чтобы они смотрелись достаточно гармонично. Но в процессе пошива я начала добавлять еще симметричное кружево, симметричное кружево, вот эти вот перья, может кто-то знает, вот этот дизайн, дизайн перья. Не понравился, кстати, мне этот дизайн, он не только в белом цвете еще есть, я видела, что и в фиолетовом, и очень часто видела у вас его, но в декорировании на самом деле его достаточно сложно укладывать. В белом, если он еще хоть как-то смотрится, то в цветных вариантах не очень. Так вот, эти перья я использовала на спинку фрагменты, на рукава и подмешивала, скорее всего, еще какое-то кружево. Шила его уже давно, поэтому не все точно помню. Третий курс, который есть в марафоне «Невеста» это корсетный курс. Достаточно интересный курс, хотя бы тем, что там очень интересное совмещение нескольких кружев на корсете. Корсет декорировать, я уже рассказывала, что гораздо сложнее, чем лиф. По лифу у нас и площади гораздо больше, а корсет ее сокращает. Он держит нас в рамках конструкции, то есть там, как попало, тоже раскладывать нельзя. То есть, если ты мимо выбрал кружево, не дай бог, то все, корсет декорировать смерти подобно. Ну, очень аккуратно относитесь к выбору кружева для корсета, это как минимум. Женя одно изделие представляет на марафоне? Да, изделие представляет одно. На выбор у вас четыре изделия, которые между собой можно тусовать. То есть, низ взять от одного, верх от другого и так далее. То есть, у вас на руках, в принципе, все козыри есть, несколько фасонов юбок. То есть, юбка силуэтная из фатина, юбка из сеточки, то есть сеточки для лифа с запахом, как кроить его, как обрабатывать край, соответственно. Юбка силуэтная со шлейфом из расшитого шантили, можно, кстати, не расшитого. И юбка солнца, то есть, достаточно обширный такой выбор между вами у вас стоит. Можете выбирать любое. Если попроще, то выбирайте юбку солнца, допустим, посложнее, уже силуэтная, либо со шлейфом, то есть, с более сложным декорированием, со совмещением уже двух, трех и четырех кружев. В этом плане проще, почему, кстати, невеста, я рада, что у нас идет именно невеста, потому что на белом кружеве вам проще будет выбрать и совместить несколько кружев. Это такой шанс попробовать вот это искусство совмещения нескольких кружев. С цветными это гораздо сложнее делать, но в белом вы попробуйте, как это, как это затягивает, как это интересно. И когда, как они помогают вам собрать всю картину воедино, то есть, различные виды кружева, как помогают друг другу. Кстати, симметричный и асимметричный кружева можно сочетать и даже нужно, то есть, они друг другу вот как раз тоже помогают. Симметрия выстраивает центры, а симметрия делает распыление между столбами симметрии. Сочетается или нет? Что сочетается или нет? Женя, можно в ВК вам кружево прислать и вы подскажете, что и как? Да, я подскажу, присылайте, пожалуйста, в ВК личные сообщения, только там я стараюсь отвечать. Это единственный канал, куда я иду в первую очередь. Это сообщения в ВК. Ни в группах, ни в WhatsApp, ни в звонки ни в коем случае. Тем более, очень попрошу, кто меня слышит и кто вдруг когда-нибудь соберется мне звонить, пожалуйста, не делайте этого. Не знаю, я не люблю отвечать на звонки, потому что я всегда, не всегда, точнее, свободна, нахожусь в каком-то моменте, в каком-то процессе, и когда меня из него выдергивает, я очень этого не люблю. Ну, как бы мне дискомфортно разговаривать, когда я чем-то увлечена совершенно другим делом. А у меня либо съемки, либо я занимаюсь на компьютере чем-то, неважно чем. То есть, большая просьба, именно звонки мне не делать. Почему? Мне и удобно. ВК, когда у меня есть время, я стараюсь отвечать. Да, бывает, я долго не отвечаю, но я просто не успеваю. Я отвечать начинаю с конца. То есть, с конца. Сообщение вот так, а я отвечаю с конца. Не со свежих сообщений, а с конца. И поэтому не всегда даже дохожу до середины. Ну, не успеваю, просто физически. Потому что в каждого человека нужно вникнуть в его проблему. Кому-то нужно пару слов сквозь, а кому-то целый мотивационный текст придумать. Так, итак, по третьему курсу. Длинный рукав, совмещение нескольких кружев, силуэтная юбка как раз из фатина. Там вот мои вот эти вот нелюбимые швы, которые приходится декорировать кружевом. А, мы уже на корсет перешли. В общем, как раз на корсетном платье у нас юбка солнца, где идет совмещение двух кружев, двух разных подгрупп, симметрия и асимметрия. Это такой классический подход, который подходит в очень многих случаях. То есть, он такой классический прям. Вы можете эту технику использовать в любом из платьев, хоть вечерних, хоть свадебных. То есть, это такая базовая раскладка. Весь смысл вы поймете декорирования, если посмотрите декорирование на 13 курсе корсет. Олег, ваше мнение на адрес из Бухари? Ваше мнение на адрес из Бухари? Я не понимаю немножко, про что речь. Если что-то вы хотите от меня услышать или забрать, пожалуйста, пишите в директ. Корсет. Корсет. Сборка идет вручную. Не обязательно вам делать сборку основы вручную. Вы можете это делать на машинке. Я не заставляю, не принуждаю никого это делать вручную. Это был первый курс корсетный. И я хотела показать и сделать вызов самой, видимо, себе, что это можно сделать абсолютно полностью вручную. Корсетное платье полностью вручную, без единой машинной строчки. Вот такой вариант. Но все то же самое можно сделать и на машинке. Это не касается, естественно, декорирования. Декорирование только вручную. Так, хочу приобрести оверлок, но не знаю какой. Посоветуйте, пожалуйста. Хочу развиваться в шите. Если знаете, то о каком интернет-магазине брать. Я не совсем вникаю в технику и мне не хочется даже в нее вникать. Мы пришли в магазин «Мир шитья» и просто взяли оверлок в ценовой категории не ниже среднего. Вот и все. То есть вот таким образом я ориентируюсь по ценовой категории. Не брать самый дешевый, брать, не знаю, за тысяч за 15, по-моему, взяли оверлок и за 40 швейную машинку. Все, что я о них знаю, не хочу даже названия вспоминать. Вы знаете мою нелюбовь к машинкам. На машинке сидит у меня конструктор мой, соответственно, и исполнитель. Но я люблю все собирать вручную. Поэтому подсказать могут только все, что касается именно ручной сборки и тому подобное. Точно так же я и выбирала и фотоаппарат. Просто брала самый дорогой и все. Ну, почти самый дорогой. Из категории профессиональных. Вот и все. Жень, если свечка идет, то обязательно рукав «Марафон невеста». А, нет, рукав не обязательно. Если вы берете силуэтное платье, то рукав не обязательно. Но старайтесь, тоже такая вот ошибка визуальная, такая художественная у девочек, по поводу лямок, по поводу выреза. Если вы делаете раскладку до плеч, пожалуйста, делайте, насколько это возможно, узкий. Ну, то есть узкий заход. Когда вот такой вот широкий заход и резкое «В», это очень нехорошо смотрится. Ну, то есть неэстетически. То есть чем дальше к плечам, тем женственнее вырез. А вот такой вырез «В», он не смотрится. Ну, видите, да, разницу? Вот такой вырез «В» или вот такой, с открытыми плечиками. Просто это частая такая ошибка, поэтому обратите на это внимание. Вы учите конструирование или вы методом наколки обучаете? Именно в «Марафоне невеста» методом конструирования есть только в 23-м курсе по юбке. Базовая основа юбки, как сделать ее с запахом, то есть моделирование, конструирование только в этом курсе есть. Но, если вы в общей сложности спрашиваете, то конструирование мы учим. Именно конструирование. У нас не готовый лекал, а мы именно конструируем. У меня есть, естественно, конструктор. И в базовом гардеробе у нас все посвящено конструированию. В базовом гардеробе у нас 12 изделий, все методом построения. Лекал, то есть моделирование, сборка на машинке, все, что касается машинки. Поэтому, если вам эта сфера интересна, то вам лучше на базовый гардероб, так как в таком случае. Щелковому адрес ваше мнение. Я не понимаю, про что речь. Может быть, я что-то просто в переводе не понимаю. Так, маечка. А что маечка? Жень, если свечка, я то обязательно рукав, марафон, невеста, маечка. Самый классный оверлок. Алёна Шумак подсказывает, какой самый. Джуки 950B. Вот, девочки. Как вы относитесь к жемчугу в декорировании платья? Я отношусь к жемчугу очень положительно. К белому. К белому, либо к молочному. Ну, то есть не к цветному. Какой я люблю брать жемчуг? Не пластиковый. Либо стекло, либо натуральный речной жемчуг в форме картошка. Он тоже недорогой на Алиэкспресс? Ну, как недорогой? Достаточно недорогой. Вот, отрицательно отношусь к цветному жемчугу. Красный, зелёный, синий. Напрягает вообще. Ну, дешёвка. Даже если это будет сваровский, это будет всё равно смотреться, ну, так, синий очень, если честно. А вот белый, особенно стеклянный, ну, стекло белое, очень красиво смотрится. Какой фасон более популярный у невест? Здесь зависит, наверное, всё-таки от возрастной категории. Чем моложе, тем пышнее. Вот так. Понятно? Если девочка молоденькая выходит замуж, 18 лет, 20, 21, то, скорее всего, она пышная любит. Это юбка солнца, либо попышнее, либо поуже. Суть не в этом. Но пышные юбки идут больше на молодых. Если ближе к 30, либо за 30, то силуэтная. Либо просто силуэтная, либо силуэтная с шлейфом. То есть, это самые распространённые такие варианты. Да, ещё павлин. Но павлин у нас как раз сейчас будет идти в курсы профи. Это 29 курс. Тоже ни разу вам не показывала. Но очень фасон такой интересный. И, кстати, он достаточно простой. У нас, когда было первое наше самое очное обучение, мы за неделю сшили как раз вот этот фасон павлин. И я только сейчас его, получается, снимаю в курс. Я думаю, очень насыщенный получится данный курс. И очень популярный. Почему мы именно его и начали переводить и на английский, и на турецкий сразу. Какой фасон более популярный? Я ответила. А на марафоне как тогда? По готовым лекалам? На марафоне нет никаких готовых лекал. В марафоне основных три курса, они все методом наколки. Вам нужен только манекен из оборудования. То есть ни машинку можно не иметь, ни оверлок, только манекен. И все, больше ничего не нужно. Готовые лекала вообще пока не даем. Такой даже функции у нас нет. Мы все делаем по строению. Есть 23 курс там построение основы юбки с запахом. Есть таблицы. То есть сами строите. То есть все это уроки по конструированию и моделированию в 23 курсе есть. А какая ткань идет на корсет для марафона невеста? Или вся информация есть в марафоне невеста? Да, вся информация есть на марафоне невеста. Кто совсем ни разу нигде не участвует, даже не понимает, как там что найти. Есть в группе закрытые наши альбомы с видео и альбомы с фото. В альбомах видео есть альбомы отдельно подписаны. Первый курс, третий курс, тринадцатый, двадцать третий. И в каждом альбоме под этой цифрой, под конкретным курсом, все уроки именно этого курса. То же самое по фотографиям. Есть альбомы с фотографиями и каждый подписан по своим курсам. Там и фотографии этого платья, и расходы по материалам по конкретно этому платью. Также я вывела ссылками и на альбом, и на фото, и видео в ленту. То есть фотография и ссылки на все, что нужно вам по этому изделию. То есть я думаю, что навигация достаточно удобная. Кто хотя бы в ВКонтакте хоть как-то нормально себя чувствует. Ну не совсем первый раз, глаза на лоб, типа что это такое. То я думаю, вполне удобно все это вам сделано. Кому что-то неудобное или есть какие-то советы или предложения, пожалуйста, пишите мне в ВК. Я что-то, возможно, подправлю для вашего удобства. Такое слово «возможно». Какие цены на курсы у вас? Детские курсы у нас и есть и за 1200. Взрослые есть и за 3, и за 4. Есть проектные уже, где несколько курсов и несколько месяцев. Есть доступ к курсам. Есть инстаграммная версия всех курсов, то есть доступ ко всем курсам. Есть доступ к английским курсам. По вашему запросу, как вам более удобно, какой у вас запрос. Есть отдельные доступы к детским только, если вы детским занимаетесь. Отдельно к корсетам. У нас есть сайт, где можно зайти и посмотреть все. Я думаю, вам очень там будет интересно посмотреть все. Есть также и очные курсы, где есть расписание всех будущих курсов. А внизу все потоки, которые у нас были. Правда, не все еще выложила 9, пока у меня их 14 было. Но я выкладываю все фотографии со своих очных потоков. Вы можете увидеть, что девочки шьют и с чем они уходят домой. То есть все там интересно. Теперь еще и появился клуб мастеров. А методом наколки, как на заказ шить на пышную грудь, допустим. Если пышная грудь, то вы, естественно, знаете размер. Пятый, четвертый у вашей клиентки. Вы просто покупаете чашки этого размера. Ну, чашки стоят, я не знаю, 200-300 рублей, да? 150. И просто накладываете на манекен. Прикалываете их иголочками, и вот они вот у вас шариками торчат. И по этим накладкам, то есть по чашкам, делаете маечку. То есть просто на манекен наращиваете нужные вам параметры. Либо делаете градацу по боковым швам. Все. Но это возможно. То есть миф о том, что техника наколка только на стандартные фигуры. Фигуры – это миф. Шить можно. МК Павлин будет загружаться в Кутерье года? Да, он уже там. Он параллельно, сколько снимается Павлин, столько туда и загружено. Уже загружено, по-моему, 10 или 11 уроков по этому курсу. Я думаю, что в общем уроков будет где-то около 17 или 18 в этом курсе. Очень большой курс. Так что есть. В Кутерье года есть. Женя, подскажите, как подобрать чашки для корсета? Подобрать чашки для корсета на самом деле очень сложно. В плане того, что сколько бы я ни брала чашки, мне никогда не нравились. Они достаточно острые. Ну, у кого грудь острая, ладно, еще хорошо смотрится. Бывают прям формы дикие. В общем, я пришла к такому мнению, что лучше чашки делать самой. Берете параллон 0,7 под оверлок и делаете чашки самостоятельно. Ну, либо подбираете форму. Главное, форму такую приятную подобрать. Потому что они бывают, ну, такие слишком конуснообразные, неэстетичные. Размер чашек написан на самих чашках. Где-то на однерочку, если я не ошибаюсь, стоит 95-100. И чем больше, тем выше цифра. 100-110. Кто более хорошо знает по чашкам, можете девочке написать, подсказать. Женя, привет. Оля Богданова, привет. Расскажите о курсе в закрытом аккаунте Instagram. В закрытом аккаунте Instagram находятся не все курсы, но львинная доля. Их находятся. Я постепенно еще добавляю. Но это полноценные большие уроки, залитые, получается, в телефон. Чем хуже, тем, что в телефоне, возможно, каких-то деталей можно не увидеть. Но, учитывая, что инстаграмную версию можно смотреть и на компьютере, то, в общем-то, минус этот уходит. Чем хорошо, кстати, этот аккаунт, там проводится прямой эфиры Кутюрье года. То есть вы не попадаете на закрытые эфиры. Подслушиваете некоторые наши секретики, как мы готовимся к Кутюрь по-русски второй сезон. Насколько я помню, что там на данный момент больше 15 курсов. Расскажите, как будет проходить марафон. Марафон будет проходить 2 месяца, а все уроки уже залиты. Вам только нужно выбрать фасон, закупить ткань и начинать шить. Если вопросы, задаете их в личку. Что от вас требуется, это к 5 августа прислать 2 фотографии. Одну крупный план, другой в рост. То есть все, что от вас нужно. То есть либо вы проводите фотосессию, либо фотографируете дома на манекене. Это уже ваша задача. Но, конечно же, лучше это сделать на модели, на человеке. Сам розыгрыш будет проходить внутри группы. Вот сколько у вас? 64 человека. Нет, не 64. У нас еще 4 дня. Может быть, еще кто-то придет. Ну, примерно вот это количество. Вы все сможете 5 августа голосовать за понравившуюся вам работу. Скорее всего, дойдут не все. Больше 50% никогда не бывает. 20-50% доходят до финала и участвуют в голосовании. То есть доходят до финала, грубо говоря, 30, а голосуют все 60. Система понятна? Где приобрести поролон для чашек? Я последний раз поролон брала в Квин Фатине. Там, где Фатин. Женя, подскажите, шью беременной невесть. Юбка солнца один к трем. С Фатина не очень полнеет. А зачем один к трем невеста попросила? Смотрите, вы уже скроили? Если вы сделаете поперек, поперек линию талии, еще и с гармошкой, у вас в аванной чайнике получатся. Однозначно. Если скроили, уже это немного печально, конечно. Но примить вот эту пышность можно за счет кружева, за счет тяжести кружева. То есть ослабить вот эту вот часть возле живота, сделать более примятую, как бы более силуэтного варианта. Что вам посоветую? И на самом лифе талию сделать не здесь, а вот так. То есть здесь она идет завышенная, а здесь практически доходит до талии. Таким образом вот эта вот арка вам поможет сделать силуэт более аккуратный. То есть использование арки и декора вам сейчас нужно. Зря вы один к трем сделали, лучше бы делали один к одному. Если не скроили, то лучше не берите один к трем. Пышность юбки лучше сделайте за счет количества слоев. Чем больше количество слоев юбки, тем пышнее оно внизу, а не вверху. Как интересно, а вы самоучкой ли где-то учились? Прошу прощения, если вопрос некорректный. Что касается пошива в технике наколки, пошива вечерних платьев, я дошла до этого сама. Можно сказать, что самоучка. Но образование швейное у меня есть. Три года я училась на портного. Я портной третьего разряда, на четвертый я не пошла. Так что вот так. Тринадцать лет не возвращалась к шитью после получения диплома. И вернулась совершенно, можно сказать, случайно. Из профессии фотограф. Нет еще. Что нет еще? Ой, что-то вопросы закончились. Как так? Так, ладно. Мы прошли корсет. Да, про четвертый тогда курс рассказываем, который есть в марафоне невесты. Это 23 курс. Это бывший марафон лед. Вот обидно немножко за это платье, потому что, возможно, это был январь. Очень мало было участников. Дошли до финала, по-моему, человек шесть всего. То есть рекордно малое количество. И вступивших было, по-моему, всего 20. Хотя в среднем у нас идет всегда, ну, где-то 80-100. И модель, на самом деле, очень популярна. И хотелось бы его вернуть еще раз, чтобы побольше людей увидело все-таки и разглядело эту модель. Так, кто-то начал писать. Женечка, спасибо большое за совет. Дай бог творчества. Спасибо. Так вот, там длинные рукава идут. Так как построение рукава есть, вы можете, в принципе, силуэт брать. Но что там интересного? Там идет юбка с запахом. Она делается не из фатина, а из сеточки для лифа, которые не деформируются. Срезы у нас идут уже обработанные. То есть не в подгибку, не как-то, а со сгибом. И это и есть секрет в этом, что обрабатывать край никак не нужно. Как кроить? Все это, естественно, показываем в уроках. А сколько человек участвует в кутерье года и сколько процентов доходит до показа? Сейчас можно? Секунду. Сильно быстро таратурила, аж устала. Кутерье года в этом году с этим названием идет впервые. У нас немножко поменялся формат кутер по-русски. В том году участники просто были, у них просто был доступ, но я не знала, что они шьют, мы никак не советовались. То есть это люди были, половина моих учеников, половина залетных, половина чужих учеников и так далее. Отлетают процентов 20 в том году, отлетело, который было где-то, наверное, 40, дошли до финала 28. Ну, по разным причинам соскакивали, даже не, я не помню даже в том году по каким причинам. Был такой даже случай, больная рака у нас была, которая, типа, приболела больше и мы вернули деньги и так далее. Ну, то есть вот что-то такое, или там с мужем что-то случилось. Ну, вот какие-то непонятные, у кого-то непонятные, у кого-то понятные причины, но не суть в этом. В этом году процент, не скрою, у нас отвалился. Большой процент из тех, кто отошел, хотят, но не могут в связи со случившимися обстоятельствами, в связи с кризисом и пандемией. Мы придумали лояльную систему расчета, то есть уменьшение платежа на более долгий срок и так далее. На самом деле ждем, кто сможет вернуться к нам, вдруг почувствует, что вы успеваете, мы вас ждем обратно. То есть вы можете в любой момент вернуться, кто вот не может прям именно физически участвовать. Ну, я имею в виду материально. И даже такой случай, что, возможно, перенесем на третий сезон тех, кто именно в связи с пандемией переносится сейчас сложный какой-то период. Не суть. Но я думаю, что все равно большинство дойдет. И если до этого у меня были переживания, что останется мало человек, и задуманное физически вот это все достойного уровня не получится за счет того, что малое количество осталось, ну, то есть финансово мы не справимся, то сейчас я уверена в обратном. Так как у нас появился, я уже рассказывала про коллаборацию с премией ДРЭ, и на самом деле компаньон, можно так его уже назвать, взял на себя обязательства по звездам, по двум спонсорам, по гостям именно элитным, то есть персонам, которые потенциальные клиенты именно будут. То есть вот эту задачу он на себя забрал. То есть у него хорошо оплачиваемые пиарщики и так далее. Я прогнозирую очень большой скачок в этом году качественного показа. Мне даже страшно думать, насколько он будет качественный, но я в предвкушении. Так. У нас было 21 участников и дошло 7. Мало, но в тельняшках. Ну, 7 из 21 на самом деле это очень хороший, кстати, процент. Случайно попала на эфир, хотела бы пройти курс прозрачного корсета с чашками. Конкретно прям прозрачного корсета с чашками у нас нет? Нет, у нас есть с отрезными чашками. И как раз он находится в марафоне «Новичок». Поэтому можете написать в директ. Я думаю, вам очень быстро ответят. И помогут вам с выбором, что вам выбрать. Есть и корсетный доступ и так далее. Я хотела в лед, но побоялась, что не осилим. Не смогла дизайн из кружева создать на Эльзи Лив. Я вас очень понимаю хорошо в плане тех, кто боится. Вот вчера, по-моему, сообщение даже такое пришло, что я боюсь участвовать, потому что я боюсь оказаться в конце списка. Я понимаю, этот страх, он парализует. Но также я знаю другие случаи, когда человек оказывался в конце списка. Ну, грубо говоря, мы в конце списка не указываем, естественно. Но человек так себя очищает. Или я вижу, что он был в конце списка, ну вот зрительно. На следующий марафон он входил в топ-10. Самое страшное — сделать шаг навстречу и попробовать свои силы. Но страшного-то ничего не случится. Над вами никто не будет смеяться. Или не нужно бояться, что муж там вас будет говорить. А-а-а, что думала, победишь, а ты там ха-ха-ха. Через это вам либо придется пройти, либо вы себя никогда не сломаете. Вы должны хоть на чем-то себя начинать переступать. Эту границу страха и идти навстречу страху. По-другому никак нельзя. Все. Жизнь очень быстро проходит. Если не сейчас, то когда. Что должно произойти, чтобы вы сделали вот этот шаг? Вас за ручку прямо надо брать. Страшно не попробовать. Не страшно упасть. Страшно не пойти. Сколько вы уже шьете после завершения работы с фотографом? Я шью в мае было 5 лет. В мае было 5 лет, как я шью именно вечернее платье. Ну, точнее, я начала сразу с вечерних платьев. Бразил. Hello, Brazil. Так, я умею просто рисовать и вышивать. А вот из кружев морозный рисунок создать не могу. Не, ну у вас уже есть преимущество. Умейте рисовать и вышивать. Это огромный плюс для техники рисования. Вам очень должно быть просто. Возможно, вы не выбрали просто не то кружево. Вот и все. Есть противные, очень противные кружева, которые тяжело просто раскладывать. И если это был ваш первый раз, и это было неудачное кружево, у вас может упасть самооценка. Да. Но на самом деле там просто была ошибка в выборе кружева. Все. Возьми более удачное кружево, и у тебя пойдет все как песня. Кружево, оно такое. Я его ощущаю как что-то живое. Оно бывает сопротивляется. Я прям, я прям порой с ним разговариваю. Ну вот платье, это у меня одушевленный предмет. Кружево тоже. Кружево противное, оно бывает меня ломает. Оно со мной что-то хочет сделать. Бывает льется как песня. И вообще не противное. Которое уже пробовала. Какие-то дизайны я вижу, что с ними будет просто. С какими-то вижу, что будет сложно. Лед, шикарный курс. Ну конечно, Рая, у него победила. Конечно, шикарный курс. Да, у тебя даже платье, по-моему, шикарнее, чем у меня получилось. Так. Хочу соединить лифт из третьего курса, а юбку из первого. Да. Почему нет? Хорошо. Сейчас вроде что-то нащупало. Супер. Всем привет. Давно эфир начался. Да, это уже второй эфир. Тот выпал. Я, к сожалению, не переключилась с вай-файки и мучила вас прекращением. Кутюр по-русски на следующий год будет? Да, кутюр по-русски будет, но он будет в Москве. В следующем году он будет в Москве. У меня это был вопросик, но сейчас я поняла, что его надо делать в Москве. Как минимум из-за того, что аудитория в плане звезд гораздо проще будет там привлечь, гораздо мощнее сделать. Хочу на премиум. Готова отдать 50 другому в профи. Готова обменяться, да? Слушай, ну если так получится, то хорошо, давай будем меняться. Так, давайте еще раз про премиум. Кстати, мне вчера предложили попасть на обложку, и я согласилась. Ну, это не секрет, не секрет, не бесплатно, коммерческое это все. Но я никогда на обложки не попадала, и фотосессия назначена на август. Какая-то... Выдумывать будут именно какую-то тематику. В прошлом журнале была Калава Кока, а перед этим была Явлеева. Представляете? И в этом году... Там две обложки. Может, знает кто-то такие журналы, которые с двух сторон. Ну, то есть до полужурнала в одну сторону переворачиваешь, до полужурнала в другую. То есть два человека на обложке оказываются. Ой, журнал далеко этот. И раньше на одной стороне была звезда, на другой стороне был один из номинантов. Так вот, в этом году решили звезд не ставить, и в этом году будет оба профессионала стоять. Ну, то есть профи своего дела. Ну, я как школа, я уже говорила, что я себя представляю не как Евгения Саталкина, а как школа кутюр. И мне уже интересно, что же они мне за концепцию придумают съемки, связанную с кутюром. И, соответственно, с премией я буду в платье, в том, в котором буду на церемонии. И мне вообще это все колокочет, трепещет. Я спать не могу. Мне валерьянка нужна мне плохо во всем. И я выбила. То есть я финансовую часть оплачиваю сама, вот из профи человек туда попадает, и из кутюр по-русски. То есть это не бесплатно мне обходится, то есть я буду за это платить. Но не суть в этом. Мне очень хочется не только себя продвигать, но и как бы вести за собой и других. Премии две разные. Одна бизнес-премия, другая в сфере красоты и здоровья. Профи, соответственно, я запускаю на Виву, это бизнес-премия. А победителя голосования по кутюр по-русски за месяц до показа, это уже в красоту и здоровье, как открытие года. Если кто не слышал вдруг, опять протараторила, одно и то же. И я в предвкушении никогда не ждала так ноября. Я этим самым хотела подогреть ваш интерес. С чем это связано? Это связано с тем, что чем больше у вас желания выиграть, тем качественнее вы продукт произведете. Это выгодно как для вас, так и для меня. Для меня это выгодно тем, что мой проект вырастет уровнем дизайнеров, уровнем. А вы вырастите уровнем, в общем, ваш бренд, уровень поднимет свой нехило. Это как минимум. Помимо того, что вы едете на награждение, в номинацию, вы попадаете еще и в журнал. То есть в журнал, где я буду на обложке. Супер. Так. Окей. Что-то хотела рассказать, забыла уже. Ладно, почитаю пока. В профи будет швейный замес. Да, будут сражаться сильнейшие, сильнейшие. Мне всегда нравилось смотреть сезоны, там, танцы или какие-то еще, где именно борются сильнейшие. И мы столько марафонов провели, по-моему, больше 15 марафонов уже прошло. Везде есть победители. Где-то есть топ-10, не везде, но где-то есть топ-10. И уже хочется увидеть битву титанов. И мне уже самой очень интересно на это посмотреть. Вот кто еще не заскочил, заскакивайте, девочки. Спасибо, вдохновляйте. Спасибо. Сколько нужно денег в среднем на покупку ткани для марафонов? Спасибо за вопрос. Рассказываю. Минимально, если у вас идет пышное платье, ну это стандартное, да, самое легкое, пышное платье солнца 21 метр, и 1 метр кружева вам достаточно, в общем-то, на платье. 1 метр кружева может стоить от 3,5 и примерно до 10 тысяч. Можно расшитое, можно не расшитое. Ну то есть самый минимум, то, что мы как раз сегодня разыгрывали, это около 7 тысяч нужно потратить на платье. Где-то так. От 7 и выше. Добрый день. Платья шьются только вручную. Если вы найдете, как это шить на машинке, то шейте на машинке. Просто когда я работаю в технике наколки, мне даже непонятно, как это можно сделать на машинке. Вот честно. Я бы в конце, во второй раз вы сказали положительный отзыв. Я была в конце, и второй раз вы сказали положительный отзыв. Вот. Так, я вас даже со скринью, посмотрю на вас, кто вы. Потому что не всех уже помню. То есть видите, вот, человек вам написал, что однажды он был в конце списка, а на второй раз я даже похвалила. Или даже, может быть, в десятку ушли. Опыт бесценный. Главное – участие. Бесценный, да. Главное участие, конечно. Кому-то и не важно. Смотрите, если речь сейчас про кутюр по-русски, да, все хотят победить, и кто-то идет прям за победой, прям вот истинно в нее верят, и вот прям даже расстраиваться, когда не побеждает. Но кто-то идет попробовать себя, и для него победа, уже попасть на подиум, уже победа. Понимаете? Для кого-то это настолько большой рывок, мураши пошли, настолько большой рывок, что это уже за счастье. Это вопрос по поводу прозрачного корсета, наверное, из-за сториз с платьем из базового гардероба. А, прозрачный корсет у нас в базовом гардеробе идет, девочки. У нас такое... Мы бунтари в базовом гардеробе. Мы, в общем, хитренькие. Мы взяли полностью базовую основу, но при этом, то есть моделирование все идет, как и должно быть, то есть вы можете, в принципе, использовать материал, но очень большой бонус, мы это все делаем с совмещением с такой полу-полу-кутюрным, с шантили, с сеточкой для лифа. Все это... Мы даже жакет, вот сейчас на третий месяц обучения, готовим жакет из шантили. Я в предвкушении уже его увидеть, как это будет выглядеть. В общем, усложняем базовый гардероб и шьем на меня, естественно. И, возможно, я буду на кутюр по-русски в этом жакетике бегать. Ну, до награждения, потому что неудобно в платье бегать, а первую часть или среднюю часть я буду в более удобной одежде бегать. В общем, если по корсету, по прозрачному, тогда в базовый гардероб заскакивайте. Там и конструирование у нас идет, и моделирование, и все, что нужно. Девочки, не бойтесь, вы в любом случае победите, получите большой опыт, марафоны дают большой рост. Совершенно верно. Большущий рост. Для кого-то прям большущий рост дают. Прям вот неимоверно большой скачок. Почему и как решилась на свое первое платье? Разозлилась. Это называется, когда я разозлилась, у меня проявляются новые проекты. Когда я разозлилась на кого-то, на что-то. И вот тогда я разозлилась, что мне на фотосессии хотелось красивое платье, а платья в прокат были дорого. Платья в прокат, грубо говоря, 6 тысяч, а мои услуги стоили полторы. Я злилась от того, что мои клиенты, которые ко мне приходят, естественно, не готовы платить за такое платье. И я сказала, сама сошью. И сшила первое платье. Отдача пошла. Гораздо мощнее и сильнее, чем от того, что я фотограф. Почему? Потому что фотографов на рынке гораздо больше, чем дизайнеров. Дизайнеров по сравнению с фотографами единицы. Популярных, знаменитых тем более. Надеюсь, достаточно обширно рассказала. Или еще пошире надо. Но фотографы тоже огонь. Спасибо. Ну, когда я жила в своем маленьком городке, я себя такой и ощущала. С звездой и тому подобное. Но все-таки с питерским уровнем, наверное, не совсем круто. Хотя, видите, я больше портретница. Мне такое больше художественное что-то, чем репортажное. Я думаю, если бы я сейчас заново взялась за фотографию, я бы, наверное, мощнее бы была намного, чем когда-то была. Ну, я, кстати, заметила, что окружение, что город. Я вроде бы никуда не вхожу, но город влияет на тебя. И мой партнер заикнулся о том, что я слишком поменялась. Что во мне дикие изменения. Потому что мы не сотрудничаем с... Я знакома уже, получается, с 15-го года. Уже 5 лет. И колоссальный... Он сказал, что у меня колоссальные изменения. Говорит, извини, но ты была лохом. Так. Я думаю, что меняет город, меняет блок, общение с вами, меняет все во мне, внутри, вокруг и все такое. Поэтому вот посмотрите, как можно из лоха не в лоха превратить. Так. А Женя, все так верно про страхи. Девочки, нужно пробовать. Да, нужно пробовать. Как правильно выбрать правильное кружево? Как выбрать правильное кружево? Можете зайти в Instagram TV. Там, я думаю, урок по кружевам разбит на три части. Выбор кружева называется. Полистайте, поищите. Это в бесплатном доступе есть. И на YouTube-канале, и в WGTV тут здесь есть. Просто поищите. Такой есть урок. Я рассказываю и по совмещению оттенков, и про классификацию кружев, что они себе представляют, какой лучше брать, какой они не нужны и так далее. Эта информация есть в бесплатном доступе. Что за лед? Объясните, пожалуйста, кратко. Я не пойму. Лед – это было название марафона, потому что это был январь. Это такой рождественский был марафон. Он был в холодных тонах. Такие снежные королевы, снежинки и все в таком роде. Это название марафона. Курс на данный момент – это 23. У меня все курсы помечены не названиями, а цифрами. В продаже он есть. По-моему, 2500 или 3300, не помню. Что думаете об открытии ателье в торговом центре? В эпоху онлайн? Не знаю. Может быть, и хорошая идея. Почему нет? Зависит от того, в каком вы городе, в каком районе откроете и кто рядом из конкурентов находится. Можете ли вы рядом с ним конкурировать? Можете ли вы быть лучше, чтобы забрать всех, подмять под себя все? Забрать рынок? Ну, я бы была не против, но количество проектов, слушайте, мне, наверное, не позволит еще и ателье до кучи открыть. Я думаю, даже сейчас страшно не пойти и не пробовать, а страшно в финансовом вопросе, так как не знаешь, что будет. Вдруг не получится вовремя оплатить. Это я о кутерье года. Девочки, если вы там, если что-то у вас не получается, вы лучше напишите. Мы тоже не изверги, не коллектора и так далее. Мы идем на уступки. Кто-то оттягивает платежи просто, но они просто не теряются. Мы идем на уступки. То есть не бойтесь. Если вы только в финансовом боитесь, то мы всегда договоримся. Каждый раз так заряжаюсь от эфиров. Спасибо. Женя, ты супер. Впилет и только впилет. Язык уже. Алена, спасибо. Скажите название журнала. Раньше это было Милограна, сейчас ребрейдинг произошел. Сейчас это премия Даре. Премия Даре, я в переводе нашла, это что-то связанное с позолотой. Тут типа золотая награда, что-то такое. Но это лидеры рынка. Там находятся лидеры рынка, лучшие в своих сферах. В бьюти-индустрии и в модной индустрии и так далее. Звезды-блогеры неотъемлемая часть таких премий. Что повышает тоже статус. С ними можно сфотографироваться и так далее. Все это очень полезно для личного бренда. И бренда в общем. Поэтому очень полезно ходить на премии. Я бы не ходила сама, наверное, если бы это было как-то так себе. Это все накопительный эффект, конечно, с одного раза. Может что-то и не быть. Полезно еще, тавтология такая, полезными знакомствами. Потому что люди между собой знакомятся на мероприятии. Могут быть интересные контакты, которые могут быть полезны друг другу и так далее. Я не умею, можно сказать, себя так продавать, что ли, подавать, стесняясь общаться. Но вот мы были с Олей. Оля у нас без мыла на этом залезет. И вот такие люди, они себя хорошо находят. Как бы у них завидую вот этому умению. Легко выходить на контакт и собирать все контакты вокруг. Ну, без Оли бы, да? Ну, Катюр Пороски, наверное, бы не собрал таких знаменитых людей, которые у нас были. И, конечно, респект Оли, в этом году эту функцию на себя берет мой партнер, получается. Нужно на одной стороне как школа, на второй как дизайнера. Нет, я не люблю вездесуще быть и мозолить глаза. Спасибо за этот шанс, что хоть просто оказаться на обложке. У меня, я грезила мечтой вот об этих обложках. Почему у меня... Я люблю всякие журнальчики. Но обычно попадают туда либо платья, либо еще кто-то, что-то. Но мое лицо ни разу не попадало. И для меня это очень важно. Так могу выразиться. Женя. Так, сори. Женя, как же я рада и горда, что ты будешь на обложке. Женя, хочется, чтобы наша школа гремела на весь мир. Мне очень приятно, что ты сказала, наша школа. Я на самом деле пытаюсь и поддерживать вот эту ауру больше семейную, больше общинную. Не школа одного имени, а вот какое-то такое сообщество. Мне вот нравится, не нравится быть одной, нравится быть вот частицей одного целого, большого целого. Лучше быть маленькой частицей большого целого, чем какой-то сраной единицей, которая только сама за себя. Это проигрышный вариант, когда ты играешь только за себя, а не в команде, если честно. Мы будем греметь на весь мир. Это моя цель. И когда, знаете же, девочки, да, цель стоит, ты всегда до нее дойдешь. Голова кружится. Голова кружится в том, что я сижу на диете, и у меня уже, особенно энергии столько уходит в эфирах, и изнемогание от недоедания. Ну, я хочу похудеть. К премии. Сейчас свалюсь, по-моему. Так, Евгения, Жень... А, нет, не какая Евгения. Поздравляю, Женя, растешь с каждым днем, не успевай радоваться. Каждый раз что-то новое выдаешь. Спасибо. Но это все благодаря конкуренции. На самом деле. Потому что если бы не было никакого роста в плане проектов, в плане новых идей, в плане новых горизонтов, мне бы, наверное, уже давно сравняли с землей, если бы я ничего не делала. И со мной это делают, естественно, мои любимые конкуренты. Что, которые рядом со мной, что, которые позади и так далее, со всех сторон. Если ты расслабишься, то все, то смерть. Поэтому без них, наверное, роста бы никакого не было. Наверное, низкий поклон, что есть. Что помогает стимулировать по полной. Да, благодарность у меня искренняя. Я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. И вам советую обернуться вокруг себя, найти того самого, которого вам нужно обойти. Или от кого нужно убегать. Это стимулирует на больший рост. У вас всегда будет ориентир. Всегда будет маятник, от чего отталкиваться. Так вы пока, если вы не рассматриваете никого, не смотрите, не следите, не ориентируетесь, вы как слепой котенок. Вам нужно рынок прочувствовать и понимать. Вот марафоны – это такая мини-версия этого всего. Вы здесь, вы в марафоне понимаете, на каком месте вы на этом рынке. Ну, у нас, правда, там мировая, ну, как бы российская, иностранство, правда, тоже есть. Но вы по России, да, понимаете, на каком вы статусе находитесь. Ну, так это стимул к тому, чтобы поднять свой статус. То же самое и в развитии бренда. Вы должны четко понимать, на каком уровне вы сейчас находитесь. Марафон – это тот индикатор, тот показатель, чтобы понять, где вы. И вы либо остаетесь там, либо делаете что-то для того, чтобы его поднять. Женечка, вы умничка, очень рада за вас. Спасибо. Ох, жара будет. Ох, будет жара. Жаришка. Я заскочу в конце июня. Бензин для огня собираю. Супер. По-моему, Оля, да? Тут не написано в этом, но, по-моему, Оля. Оля, я в тебя верю. У тебя там этот... Огонь. Идея. Я вижу, вы услышали меня. Когда я вам рассказывала про эмоциональные крючки, что они помогают вам двигаться. И что проект «Кутюр по-русски» был завязан на Алексея Ягудине. То есть это был для меня эмоциональный крючок, потому что это кумир моей мамы и так далее, бла-бла-бла. Мне это настолько цепляло, что я просто начинала говорить, у меня слезы льются. И я вам советовала найти такой же крючок. Вот, по-моему, Оля мне написала насчет того, что тоже с мамой связано, что она приглашает маму. Надеюсь, Оля, не тебя мама не смотрит тут. Сейчас спалю контору. Ну, надеюсь, мама твоя меня не смотрит. Расскажу, поделюсь. Тем более, она же не понимает, что я именно про тебя говорю. Что маму Оля захотела привезти в Питер, не говорит, что на показ, не говорит, что на ее показ, просто типа в ресторан. У меня, кстати, такие же были идеи, блин, как бы вот это все сделать, вот день рождения маме отыграть, чтобы его пригласить или еще, как этот сюрприз делать. И в этот момент пришел, что типа, о, конкурс можно сделать, его ведущим позвать. Представляете, вот с каких мыслей это выходит. И вот, я представляю эмоции мамы, которая, если она даже не знает о создании коллекции, и мама попадет на показ, мурашки, мама попадет на показ, где ее дочь выйдет из коллекции. Я даже лицо мурашками покрылась, капец. Я думаю, это вообще мощный заряд. Для чего это нужно? Не просто, чтобы увидеть слезки мамы. Это эмоциональный крючок, это заряд для толчка. Вы не отстанете от своей цели ни при каких сложных. Я аж вся, у меня аж гуси бегают. Даже если вам будет финансово тяжело, вы не отступите ни на шаг, идя к этой цели. Это вот как морковка у ослика, я не знаю. Вот этот эмоциональный крючок дойти до конца, чтобы мама увидела, чтобы мама узнала, мама поплакала, я это все увидела. Это вам не даст сдаться. Вас будет питать силой, и вы будете творить такие чудеса, что вы будете сами в шоке от того, что вы сделали. Вот для чего нужен эмоциональный крючок. Эмоциональный крючок – это не обязательно мама плачет и так далее. У кого-то эмоциональная завязка «вот я выиграю и куплю машину». Ну, я такой образный, сказала, момент. У всех разные эмоциональные зацепки, но это мой совет – найти такую зацепку для себя. Наколотое кружево можно пришивать на вышивальной машине. Ну, возможно. Я не пробовала, пока не собираюсь. Юбку из фатина расшивать полностью или частями по низу? Вообще не советую, если у вас фатин, юбку расшивать по низу. Почему? Потому что фатина растягивается. И, соответственно, этим же отвечаю на вопрос, а как пришить кружево, чтобы не растянулся фатин? Нужно расшивать верхнюю часть юбки, а не нижнюю. Потому что если она будет внизу, она под тяжестью потянет. Если она будет вверху, внизу останется только фатин, который ничего не весит. Надеюсь, ухватили логику. На следующий год можно будет попасть на кутюр по-русски или у вас уже полностью набрана группа дизайнеров? Набрана группа дизайнеров в этом году и места освободились. Я уже сказала, причину это пандемия. То есть часть людей не смогла продолжать дальше. Поэтому сейчас места есть. И впереди полгода. Если вы уверены, ну не уверены, а хотите и желание есть успеть до ноября, то можете заскакивать прямо сейчас. В следующем году набор начнется, наверное, в этом году начнется набор в октябре, в ноябре на третий кутюр по-русски. Можно будет войти именно в проект онлайн обучения шести месяцев. Чем это выгодно? Что платить не нужно сразу всю сумму, что платеж делится на все шесть месяцев. Вы постепенно шьете, мы знакомимся. То есть на кутюр по-русски можно пройти, только став моим учеником. Вот так по-простому, если сказать, то есть залетный сюда не попадет, как это было в том году. То есть я вас уже всех буду знать, вы будете все мои. И не будет таких слов, которые мне бросали в первом сезоне, что вы выбираете только своих учеников, победили только ваши ученики, бла-бла-бла. Хотя Екатерина Рома, которая в гран-при взяла 200 тысяч, она не была моей ученицей вообще. Но претензии мне кидали. Зачем мне это надо? Чтобы потом говорили, что у меня есть любимчики и так далее. Будьте все моими, и все. И не будет таких разборок. Все мы уже друг друга будем знать, вы будете меня знать. И у вас даже на ум не придет такое мне сказать. Потому что такое мог сказать только тот человек, который меня не знает вообще. Который может себе даже подумать, что я могу кого-то выбирать не по профессионализму, а по личным каким-то качествам, которые по дружбе. Если бы вы меня знали, вы бы такое мне не сказали. А если вы будете моим учеником в течение полгода, вы это будете знать. Вы неизбежно это будете знать. Мы общаемся в прямых эфирах каждые две недели. И вы уже знаете, какой я человек, как я могу поступить, как я не могу поступить и так далее. Женя. Это, наверное, год крысиный рассказывается. Я тоже стены сверну, когда разозлюсь. Тоже крыса. Ну да, я уже заметила, когда мы проходили прямой эфир с чекрологом Ольгой Цай. И вы называли свои даты рождения. Вы у меня все 84-го года. Или ну все какие-то... Все крыски. Я тоже крыса. Это мой год. Год мне предрекал не заводить никаких новых проектов. Но я не послушалась и влезла в бутик Каны. Но он мне предрекал покупку машины и квартиры. И это случилось. Я вообще не ожидала. Не буду тут нахваливаться, что у меня там шикарная квартира. На самом деле эта квартира была куплена больше для прописки. Она недорогая. Она на границе с Эстонией. Не завидуйте. Это не шикарный апартамент и так далее. Но сам факт остается фактом. Жилье мы приобрели. И даже... Как, чтобы не сглазить. Послезавтра у нас сделка по покупке земли. Для строительства дома. В хвойном лесу. Ладно, похвалюсь. Уже давно это. Но я вырвалась. Не для хвалебы. Но это, наверное, к тому, что... Когда я прочла прогноз, я в это либо поверила. И мои мысли мастерилизовались. Наверное, это с этим связано. Это я хочу сказать к тому, что... Насколько сильна сила мысли. Если вы в это верите целиком и полностью. И идете к этому. Это случится. И вот этот трэш с темом подтверждения. Скажу так даже. Мы взяли... Опять же, не хвалюсь. А я рассказываю, каким образом мы копим. Мы просто для... Мы сначала взяли одну машину. Потом подкопили, взяли подороже машину. Потом подкопили, продали машину. И покупаем землю. Я про то, что у нас не лежат миллионы. Но вот таким медленным способом мы копим на свои цели. Может быть, кому-то будет полезно. Вот такой принцип покупок постепенного движимого и недвижимого имущества. Ладно. И я крыса. Но я же знала, что вы тут все крысы у меня. Все крысы. И крысы на самом деле очень умные животные. Особенно у меня совмещение крысы со скорпионом. Это гремучая смесь. Это жесткая. Это вообще что-то с чем-то. Но мне никогда не было стыдно говорить, что я в год крыс родилась и что я скорпион. Я горжусь своими знаками и зодиакой и животным. Поэтому у нас свои преимущества. Какой самый любимый дизайн кружева? Самый любимый дизайн – это асимметричное кружево, цветочные узоры. Я думаю, что вы все и об этом знаете. Что с тонкими листиками. Вот с такой. И еще любимое кружево. Господи, абстракция. И там всякие палки, вытянутые вот это все. Девочки, не бойтесь. У меня ребенок почти ничего делать. От нечего делать участвовала в бабочке. И в итоге в топ-5 попала. А о том, что будет последний, даже не думала. Зато сейчас ходит, спрашивает, что мне еще пошить. Пусть свадьбой о платье шьют. Да, для тех, кто боится. Инна дочь. Ей 14 лет. Они вместе в параллели шили платье для бабочки. Но Инна даже не успела дошить. А дочка успела дошить и вошла в топ-5. И шила шикарное платье. И даже никто не угадал почти, что я устраивала такую игру, что угадайте, какое платье сшил ребенок. И мало кто догадался, что это именно этот номер сшил ребенок. Потому что не похоже. Я думаю, какое Инна красивое платье шила. А Инна такая пишет. А это дочка шила. У меня еще больше шок. Ничего себе. То есть, 14-летний ребенок сшил и попал в топ. Поэтому не бойтесь. Вряд ли у 14-летнего ребенка есть образование шлейной. Знаете ли? Обожаю вас. Спасибо. Хочу в профи, но я совсем не профи. Ой, извините. Но с вами не страшно. Наверное, все-таки решусь. Всю ночь снились платья. Не бойтесь пробовать. Если даже вы не профи, но если какой-то у вас опыт есть, вкидывайтесь. Вступайте. Для вас это... Я думаю, если вы достаточно хорошо сошьете, у вас самооценка поднимется. А если плохо сошьете, она не то, что понизится. Вы просто увидите свои ошибки, которые исправитесь в следующий раз, и все. Все. Все, что к какому результату вы придете. Вы просто на своих ошибках поймете, как не надо делать. Все. А я даже пошла учиться на дизайнера одежды. Поздравляю. У меня был один период времени, знаете, когда я хотела на Адмиралтейскую иглу выиграть. Пойти учиться туда. И, скорее всего, я бы прошла финал, если бы я там училась. Ну, честно. Но в какой-то момент я думаю, а зачем я буду покупать свою победу? Ну, потому что обучение стоит 70, 80, 90, 110. Ну, в зависимости от... Как это... Ну, забыла, как это называется. В общем, такие ценники там есть. Ну, тогда я понимала, что это... Я не пойму честность. Честность конкурса я не пойму. За что меня выберут. За то, что я учусь там или на самом деле. И я рискнула голая пойти. Ну, в плане... Вот как есть. И с улицы пришла. Ну, естественно, меня не пустили. Все вот так вот. Вот так родился кутюр по-русски. Потому что стало обидно за вечерку. Так. За ее недооценение. Так. А что с Олей случилось? Она сейчас не... Не с вами работает. Смотрите. У нас Оля именно по пиару работала. Шить. Она не может столько находиться со мной рядом, сколько хочу этого я, да. Оля у меня находится 5 дней в неделю. Полный рабочий день. У Оли есть ребенок. И она, грубо говоря, может приезжать на 2 часа или 3 часа в день. То есть не полный рабочий день. И так вышло логически, что шить она у меня не может по вот этим причинам. А пиаром заниматься для кутюр по-русски полгода простой. Ну, то есть для нее не было просто работы. Все. Мы с Олей общаемся. Как бы у нас отношения хорошие. Мы не ссорились, не ругались. Но так получилось. Что Оля сейчас не со мной. Потому что мне не нужен пиар. Она была у меня пиарщиком. И в этом году я собиралась полностью сама вести проект кутюр по-русски. Но по счастливой случайности мне подвернулся уникальный шанс и появился партнер, который полностью все эти функции взял на себя. Он более пяти лет на рынке. Очень хорошо чувствует рынок. Очень много знакомств. Договариваться со всеми сферами. Поэтому так. Я тоже грежу с тобой, Женя. Женя, думаю, все получится. Спасибо. Здравствуйте. Здоровья, счастья, успехов вам в вашей организации. Спасибо большое. Ну, про Олю жалко. Я не хотела с ней расставаться. И, возможно, придет время, когда мы воссоединимся. Но пока так, как есть. Надеюсь, она сильно на меня не держит обиды какой-то. Ну, не знаю. Чтобы называть платье высокой моды, нужно получить сертификат. Просто слышала, объясните, пожалуйста. Синдикат высокой моды, то есть звание модного дома Haute Couture, это действительно так. Нужно получить признание коллегии модных домов Парижа. Это не так просто. В ней состоят по пальцам, наверное, пересчитать, сколько дизайнеров. И это, наверное, сказка для каждого дизайнера. Но кутюрные платья, название, прилипло, наверное, за счет того, что это противоположное значение платьям базового гардероба. Ну, обычным платьям. Вот и все. Да, оно немного извращено, не соответствует в каком-то смысле действительности. Но кутюрные, почему их нельзя назвать кутюрными? Они же вручную сделаны. Согласитесь, все существующие дизайнеры не могут получить это звание. Так почему они не могут просто называться кутюр? Это же не Haute Couture, а кутюр. Допустим, Оля Малерова тоже по факту не относится к синдикату моды Haute Couture. Но она называет свои платья Haute Couture, и я считаю, что они Haute Couture тоже. Каких-то, простите, 10 пердунов, которые состоят в этой коллегии, и не дают вам это право, ну и пусть не дают. Я к этому отношусь достаточно легко, мне ровно к этому. Я считаю их кутюром, и все. И все тут, возможно, я когда-нибудь бабуле туда и пойду. И тоже буду старой пердуней там сидеть. Все возможно. Это уже и есть целая и растущая пока по ощущениям, как семья. И это не одна. Так, думаю, мы же с девочками общаемся. Мне не многих. Спасибо, девочки, спасибо. Очень хочется попасть к вам на очный урок. Пожалуйста. У нас МК будет в Москве в августе, в Петербурге в июле. В Сочи, кстати, мы перенесли. Я сейчас не помню, то ли в начале августа, то ли в конце июля. В начале августа, наверное. Не помню. Роман Владимирович знает. В Екатеринбурге. Город забыл. Так я сижу, прям. В Литве у нас освободились места, потому что иностранные ученицы, которых собирались приехать, они не едут из-за того, что их посадят на карантин. Поэтому в Литве тоже остались места. А едем мы уже буквально вот с 20 по 30 июня. Кто в Литву? Кстати, Аня Павловская. Ты собралась в Литву? Давай, собирайся. Места пустовать не должны. График очных курсов у нас на сайте. Сайт в шапке профиля есть. Можете ознакомиться со всеми нашими проектами и очными мастер-классами, пожалуйста. Конкуренция точно должна быть адекватная, нормальная история. Особенно, когда конкурент тоже адекватный. Они совсем неадекватные. Мне не совсем адекватные попались. Ну ладно, что есть, то есть. Я и таких их люблю. Оля, очень хочется попасть к вам на очные. Я не Оля, я Женя. Ну ладно, не суть в этом. Женя, а как бы нас, ваших учеников, объединить, чтобы сдавать или продавать свои платья в один салон, шоу-рум? А как бы нас, ваших учеников, объединить? Вы, наверное, прослушали, что вас я уже начала объединять, и процесс уже запущен. Уже сейчас можете зайти на сайт, нажать меню, три полосочки вверху, нажимаете. Нажимаете, там идут строчки товаров для шитья, курсы детские, взрослые, вечерние наши проекты и клуб мастеров. Вот именно это ваша графа, куда я вас буду вносить в клуб мастеров, где я выкладываю ваши дипломы, ваши работы по нашим марафонам, проектам, оставляя ваши данные, ваш аккаунт, чтобы люди могли вас находить. В будущем это делается для того, чтобы клиенты сами вас искали. То есть они думают, что, допустим, я не шлю на заказ, и они хотели бы на заказ, и вроде бы они мне доверяют, как в школе, и моим ученикам, да? Ну и у них нет каталога, а теперь он есть. Первые девочки уже там, я сегодня десятерых подготовила. Кто мне присылает фотографии, я беру туда победителей топ-10, но условие, что не просто топ-10, а вы участвовали хотя бы в два раза, не обязательно в два раза победили, но хотя бы в два раза, чтобы у вас было минимум два изделия, шитых по нашим курсам, или вы участвовали в кутюр по-русски в Париже и так далее. Шоу-рум будет тоже онлайн. У меня все это пока генерит, как это все сделать, чтобы еще и продавать эти платья. Не просто вас рекомендовать и давать ваши данные, а прямо напрямую ставить ценники, продажи и так далее. Спасибо, Женя, за веру, буду очень стараться. Мама не смотрит, слава богу. Мама с ума сойдет. Я представляю, я, наверное, тоже рыдать буду, если я это увижу, я тем более знать это буду. Слушай, а давай так же сделаем, как у нас это было. Мы вызовем ее на сцену. Мама моя тоже не знала, что я ее вызову на сцену. Она сидела в тапочках, снимала видео и не знала. Ей она была счастлива просто его видеть на расстоянии 10 метров и даже мечтать не могла о том, что она может его пощупать. И когда, ну мы же хитренькие, приготовили букет, дали Ягудину, он, Елена Михайловна, там, идите сюда. А дедушка говорит, типа, обуйся в туфли, обуйся в туфли. Она говорит, да иди-то, типа, мне в тапках удобно. Он, обуйся, но он знал. Обуйся, обуйся. Она обулась и как раз была в туфлях. Ее глаза, я стояла рядом с Алексеем тогда, и, ну, с камер этого видно не было. Она шла навстречу ему аж... Я никогда таких эмоций в жизни мамы не видела, когда шла аж вот так вот, типа, что я сейчас обниму своего кумира. Она 20 лет вот и восторгается просто до космоса. Представляете? И он ей подарил цветы, я обнял ее там. У нее слезы, ее же трясло до того. Счастья предела не было. Короче, Оля, я готова замутить такую же с твоей мамой. И подготовь ей букет, мы ее вызовем. И мы хотим тоже посмотреть, как она продает нам. Так что вот так. Спасибо за эмоциональный крючок. Пожалуйста. Ухватила. Всем дня доброго. Доброго дня. Галина Краснова, я тебя не узнаю, у тебя аватарка новая. Так, Женечка, я тоже хочу на катеру по-русски в следующем году. Супер. На Москву только готовьтесь, пожалуйста, и Москва будет. Совсем новичок берете? Я беру новичков. Я для этого вас и беру, чтобы учить. Беру полных нулей. Техника рисования, техника наколки. Там не требуется швейных навыков. Кроме как просто иголку вы же зашивали когда-нибудь, штопали дырки там на носках. Ну, я не знаю. Этого достаточно. Были у меня такие очные ученики, которые первый раз в жизни шили. И вот Рината. И она со своим платьем, который первый раз в жизни шила вообще. Вот с корявыми своими строчками, ну, вышла в Париже. Потому что корявые все строчки мы спрятали в подкладку, и все. И не было ничего видно. Берем совсем новичков, да. Зачем мне совсем продвинутые и сами себя умеют продвигать. А за новичков кто будет брас? Кстати, мой, получается, партнер, я у него спрашиваю, ты, ну, что, типа, на премию кого? Нет, не на премию, он собрался тоже делать показ. Почему мы и сконнектились. Я говорю, ты кого забрать собрался? Новичков или именитых? Он говорит, мне интересны новые имена. Так вот, в этом мы сходимся. Мне тоже интересно продвигать новые имена, которые требуют, которым нужен стартап. Кому нужна помощь. То есть, кто самостоятельно не может себя вывести на достойный уровень. Я хотела бы 84 года, но я 72. А, минус 12, ты тоже, получается, крыс. У меня сын крыс. Где вы читали гороскоп этот? Не знаю. Я его читала в ноябре. То есть, в ноябре еще читали, в декабре или в начале декабря. То есть, на будущий год читаю такой гороскоп. Просто в поисковике ввела гороскоп для крысы. 84-й год. Я, получается, по-моему, деревянная крыса. Ну, родилась в год деревянной крысы. Сейчас идет металлическая, и там было такой мути написано, что металлическая сжирает деревянную, что она сильнее, и она будет давить, давить на деревянную. Что тяжело, мне немножко придется. Ну, в каком-то смысле, может быть, и правда тяжело в момент страха, апатии был в начале пандемии. Слава богу, я справилась потом эмоционально с этим. Может быть, давление прогнозировалось именно это. Сколько стоит обучение у вас? Зависит от того, онлайн это обучение, очное обучение, это проект, это долгосрочный курс, онлайн курсы от 1000 рублей и до 400, очное от 15, проект кутер по-русски 58, платеж на полгода разбивается и так далее. Все, что касается цифр, денег, это можно посмотреть на сайте, все подписано, все расписано. Если интересно, можете поизучать. Поздравляю. С чем? А, про дом. Это у меня так столько комментариев, я себе ставлю. Про дом. Спасибо. Дом. Не только я змея. Змея у меня, у меня змея мама, змея дочь. Но я не змея, я скорпиё. Это хлещи, наверное. Я скорпион, кролик, кот. Катя, ты тоже скорпион. Я обожаю скорпионов, я просто, это сразу все мои родственники. Я их воспринимаю как своих родственников. Скорпионы это сразу моя семья, все. Никак не иначе. Обожаю их, не знаю. Вообще, людей скорпионов обожаю. Сколько стоит кутер по-русски? 20-21. Третий сезон я, девочки, не могу сказать. Может быть, цена поднимется. Может быть, останется прежней. Даже если будет скачок, то не аховый. Могу только такое сказать. Я собака. Собака у меня старший сын. Так, Женечка, поздравляю с покупкой. Это круто. Спасибо. Так, мы дошли до дома. Мечты сбываются. Доказано Жене. А я скорпион и тигр. У меня муж тигр. Женя. Кого не называйте, у меня все есть. У меня семья большая. У меня все есть. Семь человек. Так. Кто, кстати, не знал? У нас с мужем на двоих пять детей. Женя, вам понравился Питер? Вы решили насовсем остаться там? Почему не Москва? Смотрите, мы купили землю. Мы строим дом. Но, опять же, это касается характера такого инвестиционного. Построить дом можно постепенно. А продать его можно разом. Купить что-то дальше. Если мы захотим, можем продать и переехать в Сочи, не знаю, еще куда-то. Или в Москву в то же самое. Может быть, кто... Не буду зарекаться даже. Но пока это такой проект. На какой-то период времени жилья и инвестиции во все. Блин, я лошадь. И теперь думаю, идти к вам на кутер или еще подумать. Девочки, это слышится странно, наверное. Кто вообще просто читает, кто не в теме. Типа, блин, я лошадь. Я не знаю, идти к вам или нет. Конечно, идти. Вы же лошадь. Вы умеете работать по-конски. У меня сын, кстати, двойной конь. Он в год лошади. И по гороскопу стрелец. А это кентавр. То есть в дважды конь. Он жеребец у меня. Прям такой будущий жеребец. Я его обожаю прям. Такой мужик будет прям. Сама завидует. Лошадь – это хорошо. Значит, вы работать умеете. Сейчас трудно такое кружево найти. В основном цветы. Про абстракцию, наверное, речь. Может, надо знать, где искать. Совершенство. Посмотрите в эльтканях. Я думаю, что там найдете. В Суэксе даже пишут. Обалдеть. Тоже лошадь. И тоже в раздумьях. Ладно, думайте, думайте. Пока другие действуют. А вы пока думаете. Молодцы. Покажите это платье. Какое? У меня их не одно. Я не помню про че речь. Интересно стало. Которое будет на обложке. Или про какое платье. Я не помню. Вы классные. Спасибо. Женя, заявите, пожалуйста, эфир. На ютуб смотрю ваши эфиры только там. Так как не всегда получается здесь на них попасть. И я на самом деле стараюсь практически всегда заливать на ютуб. Но только кроме тех эфиров, которые у нас идут на закрытых аккаунтах. Стараюсь заливать. Ну, хотя бы интересные темы стараюсь заливать. Да, постараюсь. Если сейчас не вылетит, тут ничего. Кто такая Оля? Оля попала в мои руки. Ну, то есть мы познакомились в момент, когда у меня был еще самый первый марафон. И я шила пятый курс, что ли, еще был. Ну, у истоков. Она покупала у меня платье вот как раз по четвертому курсу себе на какую-то презентацию в Греции где-то с мужем летала и купила платье. Так мы познакомились. Она говорит, что я отучилась на дизайнера, хочу в этом развиваться, хотела бы у тебя учиться. И, ну, в общем, завязались какие-то дружеские отношения. Ну, точнее, не дружеские, а больше рабочие. И Оля помогала мне дошивать коллекцию на конкурс в Адмиралтейскую углу. Потом мы просто общались. Потом возник проект Кутюр по-русски. А, нет, не Кутюр по-русски. Сначала мы меня пригласили в... То есть, когда я не прошла в финал Адмиралтейки, мне в этот момент позвали в Канны, на показ в Канны. И я ее с собой позвала помогать мне. Помогать с платьями, ну, как помощницу. На в Каннах ее рассмотрели как модель. Предложили мне, не хотите ли вы ее вывести на подиум. Оля уже там подписала бумаги об участии в этом показе. И впервые вышла на подиум в Каннах Оля. И так началась карьера звезды на подиуме. Потом она в итоге стала обложкой... Ну, лицом моей школы, можно так сказать. Попадала на обложки моих каталогов каких-то... В Париж тоже она поехала помощницей. Тоже вышла на подиум. И Кутюр по-русски зашла как пиар-директор. Помогала мне с Кутюр по-русски. Помогала с гостями. Каких-то жюри, спонсоров искала. Модельное агентство тоже. Проводила кастинги по моделям. Ну, то есть, Дольвиную такую долю взяла на себя по проекту Кутюр по-русски. Когда проект Кутюр по-русски закончился, ну, как бы... Как дальше нам контактировать, я не могла придумать. Вот и всё. Потому что больше, чем полгода проект не требовал никаких действий. Тем более, если в том году в течение четырёх месяцев мы подбирали... Был набор на участников, то в этом году все участники пришли за два дня. То есть, за два дня пришло 60 почти человек. Сами судите, насколько первый был, видимо, удачный. Может, Оля, может быть у вас моделью? Она была лицом, моделью вашей школы? Ну, да, в принципе, может. Я, как бы... Контактировать с ней не против, вот так скажем. Возможно, всё возможно. Может быть, мы как-то и будем дальше генерить что-то. Евгений, вы гений. Это в чём? Идеи масштабные. Я бабочку до ума довожу, потом фото скину. Хорошо, скидывайте. Ой, Женечка, вы такая умница. Спасибо. Это вы мне вчера задали по Праге вопрос? Оказывается, вы есть в Праге, поэтому вы интересовались. А я вас накидывала, скидывала меня хейтят. По Праге, если вы совсем недавно заскочили, то задавайте все вопросы в личку. Я немного позже расскажу по проекту Праги. Мне, как бы, интересно к нему вернуться. Сейчас мы завершим по невесте. И всё поэтапно. Я вернусь к Праге и порассказываю вам что-нибудь интересное. Сори, если вас я напугала чем-то вчера. Ой, можно буду... Вчера, кстати, какие-то были магнитные бури, какие-то дураки прям лезли, чё попало писали. Ну ладно, я поэтому, видать, уже вот такая вот, как бы, была на страже и цап-цап. Кого-то цап-цап не по вине. Ой, можно буду уносить маму со сцены, она в обморок выйдет. Можно, мы там скайперируемся с девчонками. Я думаю, тебе девчонки помогут даже что-то там с мамой подмутить, спрятать, увезти, подвезти и так далее. Мы там тебе всё поможем оформить. Спасибо, Женечка. Кто маму ещё хочет привезти? Кто ещё хочет кого поразить? Ой, спина. Напиталась энергия, пошла шить. Отлично. Сколько стоит участие в кутюр? Участие в кутюр стоит 58 тысяч. Но оно делится на полгода. На данный момент осталось 6 месяцев, поэтому платёж немножко больше, чем у тех, кто зашёл раньше. 11 с копейками что-то там такое, то есть полгода. Туда входит и доступ ко всем курсам, прямые эфиры, уроки внутри и другие бонусы в виде очных курсов и так далее. Привет, какая красивая. Не по мою вадушу тут. Мне очень нужен стартап, чтобы домашние в меня поверили, не говорили, что ты опять сидишь и шьёшь. Давайте, стартаптись. Стартаптись. Мне кажется, или вы у нас в базовом? Вы уже стартапитесь. Уже всё нормально. Вы уже в теме. Женечка, я с Украины. Чтобы попасть на очные границы, будут открыты в Питер? В каком месяце? Если вы готовы сейчас, 20 по 30 июня в Литве, заскакивайте в Литву. У нас девчонки с Украины в Литву запрыгивают. Там, я думаю, попроще заскочить вам будет, чем в России. Если по границам с Украиной, я не знаю, когда что. Но у нас в конце июля вполне возможно, вы попадёте. То есть шансы велики, я думаю. Гороскоп-то наверняка китайский. Так что они ещё в ноябре знали, что прогнозировать. Инна. Типа они уже знали про заразу, да? Ну, китайцы они такие. Привет, я тоже Скорпион. Ура, я родственник. Да. Женя, спасибо за одобрение для новичков. Да, новички. Я считаю, что новичков заходит процентов где-то 60. Поэтому вы не единственный новичок, который будете заходить. Всегда вот большая часть — это новички. И те, кто новички, уже несколько раз. Вот и всё. Добрый день. С чем поздравляем? Присоединяюсь. Инга, привет. Не буду хвалиться второй раз. Нет, потом пересмотришь. Я и так вот это у меня вылетело. Не люблю вообще вот это всё рассказывать. Вот как бы лишний раз. Не знаю, как-то. Не все адекватно это воспринимают. Кто-то как-то не совсем в положительном ключе это воспринимает. Поэтому землю купили для дома. Сдали. Сразу сдали меня. И все смеются. Как и я, видимо. Так, здравствуйте. Я бык. Но иногда кажется, что лошадь люблю свою работу, много шью. Да. Бык у меня тоже был. Но бывший муж. Есть как плюсы, так и минусы этого знака. Тоже хочу. Я работала с Вадимой Соломи. Полюбила платье. Но только не то, что у всех. Да, это тогда ваш вариант. Техника наколки. Это как раз не то, что у других. Кстати, я сегодня выпала. На меня пародию сняли видео. Решили меня подпозорить с моим методом. Так весело вообще. Неужели так все плохо у них? Да, да. Стасик, 18 декабря. Как и я, правда. Год кабана. Да. Инна, ты даже знаешь, где и когда у меня день рождения детей? Ты вообще... Ты следопыт. Следопыт. Я овен и по году коза. Двойная коза. Я упрусь рогом и боксую. А потом сношу все с разбега. Нет. Я думаю, что, естественно, у каждого знака есть свои плюсы и минусы. И нужно пользоваться плюсами и развивать эти плюсы. Своих данных от природы надо развивать. Плюсы. А минусы каким-то образом гасить. Здравствуйте. Это вопрос. Можете мне помочь. Да, могу помочь, но в директ, наверное. Если это слишком какая-то обширная тема, то в директ. Или даже в ВК лучше. А у меня папа 19 декабря и год лошади. Вот он у нас кентавр. Да. Кентавр. Я не лошадь. Я свинка. Тоже в раздюре. Так. Все поделились, кто какое животное. Оля классная. Какая подача платьев ее исполняет? Оля классная. Никто не спорит, что Оля классная. Оля феноменальное умение контактировать с людьми, овладевать их вниманием. Так. Я хочу маму привезти. Она у меня так расстроилась в прошлом году. Но у нас дедушка был при смерти, ей пришлось уехать. Я, соответственно, тоже с кутер улетела на не очень хорошее мероприятие. Да, я думаю, ты в этом году отыграешься. Все у тебя будет хорошо. Ален, желаю тебе каких-то достижений. Ты же уже все-таки второй раз. Спасибо большое, Женя. Так. Пожалуйста. И я маму привезу. Уже она на чемоданах. Везите, везите мамочек. Порой мужья не понимают, куда их везут. Мамы гораздо сильнее вас прочувствуют. Я это помню еще по конкурсам по вокальным, когда я участвовала наподобие в конкурсе типа «Фабрики звезд», когда была «Фабрика звезд». И мама плакала, потому что я исполнила ее мечту. Она не была никогда на сцене, ну вот именно на сцене. И я как бы закрыла ее гельштадт, как это называется. То есть мамы гораздо душевнее это все принимают. Я в этот раз мужа поведу. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Ведите мужей. Нужен целый ряд для мам. И зеленые волосы. Я вас примю, если вы начнете одевать свои синие и зеленые платья. Я вас не пущу. Дресс-код устрою. Всех мамочек посадим рядом. У нас будет ряд мам. Это, кстати, из того разряда, что как классно, когда вот в Париже, да, была тусовка, когда все друг друга понимают, когда чувствуют друг друга, вот это вот одна и та же аура. Мамочки — это та же тема, да, мамочки, вот они друг к другу. Ой, это моя пошла, ой, это моя пошла. Наверное, точно надо будет их вместе садить. Да, Алена и лысые. Хватит шутить, а то устроите мне там цирка, не показ. Женя, а очные курсы в Питере планируются? Да, очные курсы в конце июля. Алена, точно ряд для мам, да. А я рыба, и вокруг меня как раз крысы, скорпионы и стрельцы. Скорпионы с рыбами очень хорошо совместимы. Я имею в виду, как мужчина и женщина, очень хорошо. Это самый идеальный знак для скорпиона рыбы. Но у меня, кстати, к сожалению, не рыбы, но я все равно как бы уживаюсь и сделаю нормально. Ольга лысый, зеленый и ревущие. Думаю, что сразу нам ложка. Да, фотографов будет, наверное, несколько, опять же, но я хочу опять Снопи позвать. Мне вообще понравилось, как он снял. Я, наверное, без него не обойдусь и в этом году. Как вам, как вам, мой фотограф, который вот снимал основные кадры на обложке? Понравился, надеюсь? Я тоже рыба-тигр. А в чем нужно быть одетой участницам на показе кутюр по-русски? Не скажу, что это должно быть вечернее платье, возможно, какой-то деловой костюм. Но рекомендательный... нет, не рекомендательный. Я запрещаю вам приходить в джинсах и футболке. Дресс-код будет. Деловой-блэк-тай. У меня муж и отец скорпионы, а я и сама рыба. Вот, видите, вам все хорошо. Супер фото отличные. Я в белом буду и лысая. Вы тут, короче, извращайтесь, да? Кто в чем будет уже, хихиха-ха. Оля, у тебя какая... Судя по тому, какая у тебя тема, ты можешь вообще карнавальный этот сделать. Ну, ты поняла бы, на какую тему у тебя. Ну, можешь в этом же образе пройти. Очень, кстати, классная идея. У некоторых девчонок прям вообще такие очень интересные. Мне уже хочется посмотреть. Я чувствую, что уровень, ну, как минимум раза в два выше будет в этом году. Потому что вы уже стараетесь. Вам уже есть на чем базироваться, от чего отталкиваться. И опыта у вас уже побольше. Так что ждем в жару. Да, пусть будет дресс-код. Будет дресс-код. Ну, как бы... Уровень надо и дресс-кода поднимать тоже. Дресс-кодом поднимать тоже. А очный в Питере в стоимость входит проживание? А если где жить? Нет, в проживание не входит стоимость. Вы подбираете рядом с проведением МК просто квартиру, съемную или отель, как вы привыкли. Потому что у всех запросы разные. Кто-то за сутки в отеле платит дороже, чем в песенках. Бывают такие. У меня такой случай был с клиенткой из Москвы, которая шила у меня платье. Она останавливалась в Астории и платила, походу, там за день больше, чем за весь мой пошив. И мне это было дико непонятно, зачем она ездила ко мне в Питер за пошивом, что это за экономия за такая, если она платила за отель. Бешеные бабки. Ну, все сходят с ума по-своему. А вы замутите показ в дворце. Так все дизайнеры в корсетах придут. Площадку тоже подбирать будем уже на следующей неделе. Так что уже скоро будет известно. Площадку будет помогать партнера подбирать. Уже прислала пару вариантов. Но он сейчас занимается именно московской премией. Через неделю переключится на питерскую. И мы будем контактировать и уже все точно договариваться, где что, за сколько и почему. А я с гниздом наговорю. Ну, все, развеселились, я смотрю, развеселились. Так, чувствую, что прошло минимум полтора часа. Может и даже два. Потому что у меня спина болит уже. Я уже охрипла и голодная. Поэтому буду прощаться, пока еще кто-нибудь что-нибудь не написал. Мне что-то не ответить сейчас. Все, всем спасибо за эфир. Я очень хочу сохранить и залью его на YouTube. Всех была рада увидеть. Мне сегодня эфир больше, конечно, понравился, чем вчера. Все, всем пока. Всех поцелую. Субтитры сделал DimaTorzok